всем привет с вами ксения ли рада приветствовать вас на канале фабрики стартует новый проект поминникам на котором мы должны создавать свои собственные фон с фона с нуля это для меня новый опыт как для кассовцы как создать фон с нуля используя какие-то неожиданные элементы и оставляя по при этом всю конструкцию легкой воздушный чистый и простой я не знаю что у меня получится будем экспериментировать вместе с вами прямом эфире я уже сделала заготовки для своего будущего альбома нарезала вырубками тима хольца теги из акварельной бумаги это будет моя основа из пивного картона сделать заготовки для обложки я решила для себя что в этом проекте буду использовать потрясающую магнолия sky мне кажется она подходит для любого стиля тем более не очень нейтральные листы и мягкие нежные то что для меня сейчас нужно и даже не знаю наверное очень хочу использовать так и глазурь аквачернила скорее всего буду покрывать бумагу прозрачным медиум для того чтобы аквачернила хорошо впитывались и вообще будем с вами экспериментировать в стиле чисто и просто поехали своей первой страничке я выбрала вот такую бумагу уже вырезала тег на 2 миллиметра меньше чем заготовка для того чтобы заготовка немножечко торчал по периметру мне кажется прибавят придает такой закон законченности работы и теперь будем работать именно над этой частью а потом приклеивать беру медиум прозрачный акриловый не начинаю покрывать откладываю сохнуть на днях и я увидела невероятную штуку я увидела как раскрашивают штампы на ацетатной пленки я подумал что вау очень круто тем более что фабрики декора есть потрясающий дека глазурь которая высыхает становится прозрачной и остается эффект витражей надо этот эффект использовать не только покрытие чип-борда но еще в чем-то интересным и так возникла идея отштамповать вот такие чудесные маки питерского скраб клуба я взяла у меня давным-давно еще до моих занятий скрабукингом остался вот такой вот черный контур по стеклу и керамике который высыхая остается объемным я потому что было бы прикольно для того чтобы создать полностью эффект витражей обвести отштампованные элементы этим черным контуром обвела он высох и теперь самое время заняться разукрашиванием я попробовала два оттенка мне были креативщиками если бы не креативили поэтому я взяла еще один цвет шоколад смешала их между собой в палитре картура тоже кстати уже видала вида и все это теперь у меня получился идеальный цвет для того чтобы разукрашивать теперь откладываем эту красоту сохнуть у меня есть чип-борд форме сердечек чем мне он нравится тем что он полу внутри то есть сердечки имеют четку форму и они разных размеров и самые маленькие и средние есть большие а самые большие уже полу то есть ими можно как-то поиграть я не знаю сколько мне понадобится таких сердечек но выдавлю еще парочку в моей у меня самыми ходовыми придают какого-то дело в том что у меня осталось еще немного намешанные дека глазури мне очень жалко ее выбрасывать или как-то утилизировать поэтому лучший вариант для для себя решила что я хочу покрыть чип-борд медиум высох и теперь мы готовы что-нибудь творить здесь интересны так как коллекция в большей степени цветочной то использовать не хочет нежное цветочное поэтому я взяла свой любимый орнамент точный сейчас я положу его сверху ничем закреплять не буду возьму текстурно моделирующую пасту и в некоторых местах нанесу тоненьким тоненьким слоем так легкий намек на то что тут есть так текстурная паста высохла и теперь пришло время добавить за немного цвета много цвета добавлять это совсем не хочу совсем хочу маленькую маленькую толику вот здесь вот с краев потому что все-таки работу хочется оставить чистый и простой вот уже спрей сам за меня решил как это будет выглядеть я предпочитаю даже не брызгать и немножечко капать спрей цвет потом его просто распределить на те места где мне хочется и я добавляю аквачернила нейтральный черный для того чтобы приглашать яркость персиков шампанцем сюда я выяснил опытным путем что если брызгать воду на пасту текстурную плана почему-то начинает течь и расползаться нет не понравилось я решила что никуда я брызгать не буду я буду просто так аккуратненько распределять цвет в уголочке и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой получился разворот для фотографий Я, кстати, хотела вам показать, как может остались фотографии Она четко помещается вот сюда Сюда можно будет вставить фотографию Ее даже приклеивать не нужно Она встает и остается здесь на месте Никуда не убегает И сделала к нему брата-близнеца Или двойняшку Верхний разворот, так как альбом у меня открываться будет все-таки вот так вот вверх То есть вот так То второй разворот у меня вот так выглядит Для того, чтобы сюда внести какие-то заметки об этой фотографии Вот такое вот сегодня видео получилось Не столько мастер-класс, сколько просто процесс создания альбомчика Так как это для меня видео впервые такое И впервые я создаю мини-альбом То прошу не судить меня строго Поэтому жмите мне нравится, если видео вам понравилось Если вы готовы смотреть еще процессы создания А не мастер-классы, где я буду делиться сами секретами Увидимся с вами скоро До новых встреч, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok